Всем привет! С вами был мастер спорта Михаил Миничук и мы продолжаем разбирать партии Мемориала Сергея Юрьевича Шестарева. И по просьбе одного из моих подписчиков мы разберем очень интересную партию между двумя украинскими шахматистами, молодым гроссмейстером Матвишином Виктором и одним из сильнейших кандидатов мастеров спорта в мире Олегом Будниковым. Было даже предположение, что Олег в этой партии опроверг каталонское начало. Вариант действительно очень интересный, поэтому перед началом ролика поставьте лайк, подпишитесь на канал, буду очень благодарен. Итак, поехали! Белыми играет Матвишин Виктор, начинается с хода d4. Олег сыграл конь f6, e6 и каталонское начало. Слон конь f3 и здесь Олег ударил dc. Слон g2 и вот в этот момент Олег, видимо, удивил своего противника. Бутников сделал не самый популярный ход. Основные ходы в этой партии считаются конь c6, a6, слон b4, шах, и c5 играют также. Олег Будников сделал ход слон d7. Есть такая идея вывести слона на c6 в противовес белому фенкетированному слону. Часто это движение слона получается после того, как белый обычно в каталонии играет ферд c2, черный играет a6, и белый не сразу берут пешком c4, а ходит a4, чтобы не дать черному пойти d5. Есть такая идея у черных, как выйти слоном d7, c6, но чтобы сразу так выйти слоном, это довольно редкий случай. Хотя в базе и так играли, и ход действительно очень-очень интересный. Давайте посмотрим, что дальше получилось. Значит, в этот момент Виктор сыграл конь e5. Также здесь есть и другие варианты. Например, белые могут сыграть ферд c2, напасть на пешку c4, но и здесь у черных вполне хорошая позиция. Черные могут просто сыграть c5, подрывая белый центр. Ну и, например, если белый забирает ферд c4, черные могут сыграть слон c6. Мы идем по партии Раджабов-Анант. Так было сыграно. И здесь, в принципе, у черных отличная позиция. То есть белый делает рикировку, черный находит конь d7, и черный слон на c6 очень хорошо противодействует белым слоном. И после конь c3 белые получили даже чуть похуже. Ладят c8, рентгеном нападая на ферзя. Раджабов сыграл слон e3, и после хода b5 мы видим, что у черных уже позиция как минимум не хуже. Дело в том, что на конь b5, конь b6 тут теряется конь, на ферзь b3 последует ход c4. А если ферзь начинает убегать, ферзь d3, то черные могут сыграть просто b4, c4. Нельзя бить пешку ввиду того, что черные заберут на f3. Но, конечно, здесь у черных уже позиция даже приятнее. Это один из вариантов таких. Также на ферзь c4 черные могут ответить b5, хотя здесь после хода ферзь c2 конь a6 черные, по мнению компьютера, уравнивают. Но здесь все-таки под рентгеном стоит ладья, конь на a6 тоже пока не самый сильный, хотя позиция тоже у черных вполне приемлемая. Но в партии был сыгран ход конь e5, так тоже играют. Олег сыграл с конь c6, это все было сыграно не раз. Последовало взятие, конь c6, рейкировка. Оба противника играют очень хорошо где-нибудь, ферзь d7. e3 тоже, да, есть такой ход, можно и конь c3 играть. Значит, рейкировка. А, вот здесь у белых есть два интересных варианта. Виктор Матвишин сыграл ферзь a4, не самое лучшее, возможно, продолжение в этой позиции. По моему мнению, он сильнейший ход за белых здесь все-таки конь d2. Но здесь тоже интересные варианты у черных есть. Например, черные играют e5, подрывая бешечный центр белых. Например, на взятие конь c4 последует взятие ed. Белые могут сыграть, ферзь b3 можно сыграть, можно ферзь e4 сыграть. Так играл Вайташик, польский гроссмейстер. И получил в своей парте очень хорошую позицию. Например, если черные тут жадничают, играют d3, сохраняя лишнюю пешку, то после хода ладья d1, слон c5, слон d2, белые потихонечку начинают создавать атаку на ферзьевом фланге, на черного короля. И после конь d5, ладья c1, мы видим, что черная фигура начинает подвисать. Пешка на d3 рано или поздно упадет, и тут у белых перевес. Например, если черный король идет на b8, белые могут сыграть ферзь b3, так сыграл Вайташик. Но сильнейшим ходом тут появляется еще конь a5. И здесь у белых лучшая позиция. Нельзя бить коня на a5, ввиду того, что последует размен на размен ладья c5, и белые выигрывают черного коня. Если черный играет слон b6, можно просто забрать на c6, там bc, и у белых лучше позиция. Можно даже отыграть пешку, и пешка внутри остается все равно слабой. Конечно, здесь у белых преимущество. Но также у черных есть еще интересный ход. То есть на ферзь a4 черные не обязаны цепляться в свою пешку. Они могут сыграть конь d5. Это довольно неплохой ход, так тоже было сыграно. Но еще самый сильный ход, по мнению компьютера, здесь ферзь e6. Именно его я рекомендую играть, потому что здесь черные, по моему мнению, должны уравнять. Белые должны играть коня a5, пытаясь вскрыть черного короля. Последуют, например, размен-размен. Бесит пешка на a7. Черные защищают пешку. Белые отыгрывают пешку. Ну, ладья d4, бить, конечно же, опасно. Попадая под слон d3, там черные быстро проиграют. Но у черных есть ход сильный конь d5, и проблем здесь особо нет. После слона d2, ферзь b6, слабость на d4 компенсируется двумя слонами. И, я думаю, при правильной игре все придет к ничейной гамме. Возможно, будет какой-то разноцвет или просто упрощение с ничьей. Так что вариант вполне приемлемый, можно играть. Но Матвейшн сыграл ферзь a4, то есть конь d2, e5. Кстати, еще на конь d2 есть такой ход, как ашпи. Так играл Борис Грачев. Черный пытается сыграть h4, опять же, открыть короля. Но здесь у белых, в принципе, есть даже ход и h4. Не так просто черным здесь создать атаку. Можно им ударить конь c4. Конь d2, по моему мнению, сильнейший ход был. Но Матвейшн сыграл ферзь a4, так тоже играли. Так тоже можно играть. И здесь Олег Будников сыграл конь d5, перекрывая диагональ слону. Последовало взятие на c4 и ход h5. У Черного довольно простой план сыграть h4, вскрыть позицию белого короля и атаковать на королевском фланге. Белые должны атаковать, соответственно, на ферзьем фланге. Что Матвейшн делать? Сыграл слон d2, также еще играли конь cd здесь. Слон d2 вполне нормальный ход. h4 черные сыграли. И здесь Виктор Матвейшн сыграл b4. Можно еще сначала сыграть ладья c1. Это, по мнению компьютера, более точный ход. Но b4 тоже играли так. Черные забрали hg. hg и Олег сыграл f5, пока берет под контроль центральные поля. И конь d5 становится очень устойчивым. Эта позиция возникла в партии Гледура с Моисенко. b5 так и было сыграно. Конь c e7. Позиция здесь у белых вполне нормальная. Но вот в этот момент, мне кажется, что Матвейшн начал упускать. Матвейшн сыграл в ладья c1. По-моему, у него не самый точный ход. Точнее, здесь играть а4. Так и было сыграно в партии Гледура Моисенко. А4. Белые максимально быстро пытаются создать атаку. Черные играют g5. Задача черных где-то убрать коня, поставить ферзя на h7 и пытаться поставить мат. А также, конечно же, f4 и вскрытие белого короля. Ну, а вот по партии давайте просто продемонстрирую вариант, который получился в партии Гледура Моисенко. Ладья c1, король b8 и, в принципе, по компьютеру это чуть ли не первая линия за обеи стороны. Конь c3, черные играют f4, стоять на месте нельзя. Белые берут, берут b6. Очень важно, что белые сразу пытаются скрыть позицию черного короля. И после cb находится промежуточный удар на d5. Еd, слон f4, слон b6. Размен, размен ферз отошел на 2 с угрозой обеи ворваться в лагерь черным. Черные сыграли a6, ab, конь b6. И вот такая вот позиция получается. Все довольно форсировано. По мнению компьютера здесь позиция примерно равна. Хотя вы сами понимаете, что играть очень сложно за обе стороны. И рискует проиграть и белые, и черные. Ну, по моему мнению, белые чуть ли не предпочтительные. Потому что даже если черный ферз ворвется на h2, король f1 спрячется, там мапу сразу нет. А по линии b белые тут начнут атаковать. Пусть ладья b1 цеплятся за коня. Но при правильной игре все-таки позиция здесь равна. Так что черные тоже могут спокойно на нее идти и играть. Но сыграно было ладья c1. Олег Будников играет g5. Максимально быстро a4, f4. Сразу вскрывая позицию белого короля. И здесь Риктор Матвеишн допустил тоже неточность. Сыграв e4, допуская атаку на своего короля. Правильным ходом здесь было взятие gf. Взятие gf. Но на самом деле с человеческой точки зрения сделать этот ход довольно сложно. Потому что открывается король. Хотя вариант очень интересный. Тут у черных есть сильный ход коня f5. Также, кстати, черные могут забрать пешку на f4. Давайте мы разберем поощрить эти два варианта. Черные могут сыграть коня f5. Белые, например, дают елку. И здесь очень красивый вариант получается. Коня h4. Это компьютерный вариант. Поэтому объяснять буду не очень много. Лучше буду больше показывать. Белые могут выиграть коня. Черные забирают на g2. Белые могут забрать на e6. Черные ферзи h7 угрожаемые от h1. И у белых находится такой тактический трюк ферзи c7. И после взятия, 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 взятия. Взятие конь c3. С ладья d4, слон f4. Бить ладью и слона нельзя. За конь d5. Получается такая сложная позиция. По мнению компьютера она опять же равная. То есть тоже черные могут ее играть. За качество две пешки у белых. Но их же можно и проиграть при неаккуратной игре. Поэтому все может быть здесь. Также черные на gf могут забрать и gf. На что последует e4 ход. Черные могут ответить ладья g8. Белые тут могут забрать коня. Но туда проигрывают после хода f3. Поэтому белым здесь нужно играть король f1. И получается здесь очень-очень красивый вариант. Давайте посмотрим. Черные жертвуют ладью за слона. Ладья g2. Да. Можно пожертвовать. А можно еще сыграть здесь конь b6. Нападая на ферзя. Ферзь убегает на d3. И теперь пожертвовать. Сыграть конь g6. И черные, несмотря на то, что без качества, они начинают потихонечку придвигаться к белому королю. Белым достаточно тяжело здесь атаковать. Например, a5, f3, шах. Король уходит. Конь e5. И здесь просто дикий вариант, который приводит к форсиву на ничье. Давайте просто продемонстрирую. Ну понятно, бить коня нельзя за ферзь b3, шах. Белые могут забрать коня. Черные забирают ферзя. Белые забирают пешку, угрожаемую от на 8. Черные забирают пешку на b5. И белые спасаются вечным шахом. Как вы видите, по компьютерному анализу нигде черные не проигрывают. Позиция очень сложная во всех вариантах. Конечно, тут разлетений очень много. Я вам все показать не могу. Но вы видите сами, что позиции бывают очень интересные. Но последовал ход e4. И это уступка, потому что черные теперь жертвуют фигуру. И получают сильную атаку. Олег берет пешку на g3. Правильный ход. Белые забирают коня. Олег забирает пешку с шахом. Виктор уходит королем. Бить на f2 слишком опасно. Открывается сильный король. Черные отыгрывают пешку под боем. Ферзь убегает. Конь f5. Здесь, конечно, тяжело играть белым. Еще бороться можно. Но с человеческой точки зрения, конечно, постоянно король под боем. Постоянно будет угрожать слон b6, конь g3. А белым пока супер атаку какую-то создать не могут. Сильных угроз нет. Там, конечно, тяжело. Матвейшин жертвует пешку b6. Аb. Эта жертва часто делается еще в сицилианских мотивах, где там жертвуется пешка на g6, чтобы потом зацепить второй пешке и открыть короля. Но здесь король на другом фланге, соответственно, белые тоже хотят где-то опять зацепить эту пешку. Виктор сыграл конь c3, хотя это ошибка, по моему мнению. То есть надо было продолжать а5, быстро вскрывать игру. Но конь c3 это была потеря времени, и после этого хода у черных уже преимущество. Олег играет слон b6, заканчивая развитие, угрожая конь g3. Позиция тяжелая. Виктор забрал конь d5. Олег отходит королем, потому что угрожал ход конь b6. Пешка на c7 связана. Конь f6, ферзь e6. И вот тут еще последний, наверное, рубеж, где белые могли бороться за ничью. Ну и может даже за победу, если в черные ошиблись. Надо было, конечно, бить пешку. И тут довольно сложно играть. По мнению компьютера надо играть c6. Также черные могут здесь... Возможно, я не знаю, что Олег заготовил этот ход. Возможно, еще и такой шаг. Король f2, ладен f8. То есть связать этому коня и попытаться его выиграть. Ну и после ферзи f3 c6, как бы позиция тоже непонятная. Да, белые стоят под связкой. Но пока что конь f6 держится. И позиция еще довольно сложная. По мнению компьютера, играть ее белые еще могут. Но после конь e4 позиция сразу становится... Так, стоп. Конь f6, ферзь e6. Конь e4. Позиция сразу становится, да, плохой. После хода ладья h2 позиция уже совсем плохая. Под боем слон будет находиться. Конь бьет d6. Уже не помогает. Ладья d6. И у белых не хватает ресурсов для защиты своего короля. Последовал ход слон g5. Но это уже все отчаянник. Олег жертвует слона. Ладью. Король бьет g2. Ферзь g6. И в этот момент Виктор Майкришин сдался. Имея в запасе лишнюю ладью, он сдался. Ввиду того, что позиция незащитима. Белые неизбежно теряют слона. Защитить его невозможно. На e3 f3 атакует коня. На ферзь d2 последует ход ладья d4. И с неизбежной потерей дальнейшего слона. И сильнейшая атака со стороны черных. Черных там просто выиграют почти во всех вариантах. Также белые могут сыграть как-то в этот момент еще король f1. Убежать королем. Но после ферзь g5 мы видим, что сильнейшая атака у черных. И этот король всегда будет находиться под боярами. После хода d5 черные могут сыграть ладья g6, угрожая ворваться на g1. Здесь, честно говоря, все варианты выиграют. Ладья d5 выигрывает. Просто вам продемонстрируют самый точный вариант за черных. Например, если белый король убегает, можно сыграть ферзь f4, угрожая где-то сыграть f1, ладья g2. Белый играет ферзь f3 и побеждает такой несложный вариант. Нападаем, f1, съедаем, съедаем. Конечно, тут черные остаются с большими материальными преимуществами. Поэтому Виктор Матвишин не стал играть в позиции с лишней ладьей. В этой позиции играть, конечно, очень противно белых. И сдался. Вот такой вот интересный вариант. Слон d7. Вход вполне возможный. Его играли на практике, но не так часто. Но я не нашел нигде победы за белых или какого-то супер большого преимущества. Везде очень сложная игровая позиция. Так что для игроков тактического мышления эти позиции вполне хороши. Их можно применять в своих партиях. Если у вас есть какие-то тоже интересные варианты, которые я не разобрал, вы можете написать их в комментарии. А если понравился вам этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И до новых встреч, друзья. Пока.